Методика иноязычного образования. Лекция 8. Тема. Современные образовательные технологии преподавания иностранного языка. План лекции. Первое. Основное назначение иностранного языка. Второй вопрос. Современные образовательные технологии. Третий. Проектная методика предназначения метода проектов. Четвертый вопрос. Технологии развития критического мышления учащихся. 5. Технологии исследования. 6. Использование элементов интенсивного обучения. 7. Понятие языковой портфель. 8. Информационно-коммуникативные технологии. 9. Интерактивные подходы. 10. Творческие задания. 11. Работа в малых группах. Цели и задачи. Итак, язык является основным важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящее сегодня изменение в общественных отношениях средств коммуникации, использование новых информационных технологий требует повышения коммуникативной компетенции учащихся, совершенствования и филологической подготовки для того, чтобы они могли обмениваться мыслями в различных ситуациях, в процессе взаимодействия с другими участниками общения, правильно использовать при этом систему языковых и речевых норм и выбирая коммуникативное поведение, адекватной, аутентичной ситуации общения. Другими словами, основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной, межличностной и межкультурной компетенции и способности осуществлять иноязычные общения и межкультурные общения с носителями языка. Воспитательный аспект является неотъемлемой частью учебного процесса, поэтому все образовательные технологии предусматривают воспитание учащихся необходимых качеств зрелой личности. Современные образовательные технологии, которые используются для формирования иноязычной коммуникативной компетенции школьника, являются наиболее продуктивными для создания образовательной среды, которая обеспечивает личностно ориентированное взаимодействие всех участников образовательного процесса. Очевидно, что использование какой-то одной технологии обучения, какой бы совершенной она ни была, не создаст максимально эффективных условий для раскрытия и развития способностей учащихся и творческого поиска учителя. Современные технологии обучения иностранному языку окулируют успешную информацию, каждая из них дает возможность учителю скорректировать любую технологию в соответствии со структурой, функциями, содержанием, целями и задачами обучения в данной конкретной группе учащихся. Поиск новых педагогических технологий связан с отсутствием участия учащихся положительной мотивации к изучению иностранного языка. Положительной мотивации недостаточно, а порой отсутствует, так как при изучении иностранного языка они сталкиваются со значительными трудностями и не усваивают материал в силу своих психологических особенностей. В современном методике преподавания иностранного языка существуют такие технологии. Технологии исследования, проектное, языковой портфель, техотворческие задания, интерактивный подход, информационно-коммуникативные технологии, работа в малых группах. Все больше и больше учителей обращаются в процессе обучения к иностранному языку проектной методики, как к одному из современных продуктивных творческих подходов, успешно реализующих основные цели обучения иностранному языку и формирования учащихся необходимых коммуникативных и речевых навыков и умений, позволяющих им общаться на иностранном языке. Основное предназначение метода проекта состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач и проблем, требующих интеграции знаний из различных предметных областей. Если говорить о методе проектов, как о педагогической технологии, то эта технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути. Преподавателю в рамках проекта отводится разработчика, координатора, эксперт-консультанта. Данная технология способствует развитию творческих способностей учащихся и развивает их воображение и любознательность. В ходе подготовки проектов раскрывается творческий интеллектуальный потенциал учащихся. Метод проектов учит вести исследовательскую работу, работать в коллективе, вести дискуссию, решать проблему. Метод проектов может использоваться при обучении странному языку практически по любой теме, так как отбор тематики проведен с учетом практической значимости для школьников. Общей задачей стало создание проекта школы, в которой всем ребятам хотелось бы учиться. Учащиеся были разделены пример проектной работы. Это разделение на группы, исходя из желания работать вместе под решением определенной части общей задачи. Части проекта обсуждались в группах. В итоге были выделены такие направления. Работы создания проекта здания школы, дизайна его пришкольной территории, составление правил для учащихся и учителей школы, описание рабочего дня школы, описание вида внеклассной деятельности, проект школьной формы. Метод проектов широко ведется, внедряется в образовательную практику в Казахстане. Проекты могут быть индивидуальными и групповыми, локальными и телекоммуникационными. В последнем случае группа обучаемых может вести работу над проектом в интернете, при этом будучи разделены территориально. Впрочем, любой проект может иметь сайт, отражающий ход работы над ним. Задача учебного проекта, результаты которого представлены в виде веб-сайта, заключается в том, чтобы дать ответ на проблемный вопрос проекта и всесторонне осветить ход его получения, то есть само исследование. Жизнь в современном обществе требует от школьников развития таких важных познавательных навыков, как умение выработать собственное мнение, осмыслить опыт, выстроить цепь доказательств, выразить себя ясно и уверенно. Технология развития критического мышления учащихся предполагает постановку вопроса учащимися и понимания проблемы, которые нужно решить. Критическое мышление носит индивидуальный самостоятельный характер. Каждый генерирует свои идеи, формулирует свои оценки и убеждения, независимо от остальных, находит собственное решение проблемы и подкрепляет его разумной, обоснованной и убедительной аргументации. Критическое мышление носит социальный характер, так как всякая мысль проверяется и оттачивается, когда ею делится с другими. Собственная активная жизненная позиция ученика особенно проявляется при сравнении меньше имевшихся ранее знаний и понятий с вновь полученными. Существуют различные формы, предусматривающие развитие критического мышления учащихся. Эссе, сочинение рассуждений, дискуссия, диалог, ролевая игра и т.д. Особое место занимает технологии исследования, где учащиеся выходят на высокий уровень познания самостоятельной деятельности и развития нового проблемного видения, освоение исследовательских процедур. Обобщенная базовая модель в рамках исследования является модель обучения как творческого поиска от видения и постановки проблемы, к выдвижению гипотез, их проверке, познавательной рефлексии над результатами и процессом познания. Вариантами моделей исследовательского характера является игровое моделирование, дискуссия, интервьюирование, решение проблемных задач и другие. Использование элементов интенсивного обучения, но не за счет дополнительных часов по предмету, а подбора методов и приемов, позволяет погружать учащихся в иноязычную среду, где возможно не только говорить, но и мыслить по-английски. Для развития способностей к межкультурной коммуникации можно дать учащимся весь спектр знаний о культуре, обычаях и традициях англоязычной страны с тем, чтобы учащиеся имели объективную картину и могли сознательно выбирать стиль общения. Моделирование ситуации диалога культур на уроках английского языка позволяет учащимся сравнивать особенности образа жизни людей в нашей стране и в странах изучаемого языка, помогая им лучше осознавать культуру нашей страны и развивая в них умение представлять ее средствами английского языка. Такой подход возможен только при использовании аутентичных учебных пособий. Эффлексия его собственной деятельности – это комплект документов самостоятельных работ учащегося. Комплект документов разрабатывается учителем и предусматривает задания школьникам по отбору материала, портфель, анкеты для родителей, заполнение которых предполагает внимательное ознакомление с работами ученика, параметры, критерии оценки вложенных портфель работ. Экспериментальная технология создания портфолио является способом наглядной презентации своих достижений за определенный период обучения, возможностью продемонстрировать способности и практически применить приобретенные знания и умения. Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в разнообразных видах учебной деятельности – социальной, коммуникативной, другое. Является важным элементом практико-ориентированного действия действительного подхода в образовании. Учащиеся видят свой рост, сознательно пополняя не только багаж знаний, но и формируя банк данных о своих достижениях за весь период учебы. Проекты, сертификаты, рецензии, отзывы об индивидуальной творческой деятельности, что, несомненно, будет востребовано при поступлении в высшие учебные заведения. Информационно-коммуникативные технологии Находят они все большее применение в организации учебного процесса и позволяют продуктивно рассмотреть все возможные аспекты от лингвистического до культуроведческого. Совершенствуют иноязычную речевую деятельность. Их использование способствует совершенствованию лингвистической и межкультурной компетенции учащихся, формированию культуры общения в электронной среде, повышению информационной культуры в целом, а также развитию навыков работы на компьютере, поиск, обработка, передача, систематизация информации, презентация результатов научно-исследовательской деятельности учащимся. Интерактивный подход Это определенный тип деятельности учащихся, связанный с изучением учебного материала в ходе интерактивного урока. Костяком интерактивных подходов является интерактивное упражнение, задания, которые выполняются учащимися. Основные отличия интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, что они направлены не только и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. Современная педагогика богата целым арсеналом интерактивных подходов, среди которых можно выделить следующие. Творческие задания, поскольку задания содержат больше или меньше элемент неизвестности и имеет, как правило, несколько подходов. Творческое задание, составляет содержание основы любого интерактивного метода. Творческое задание, особенно практическое и близкое к жизни обучающимся, придает смысл обучению, мотивирует учащихся. Неизвестность ответа и возможность найти свое собственное правильное решение, основанное на своем персональном опыте и опыте своего коллеги, друга, позволяет создать фундамент для сотрудничества, сообучения, общения всех участников образовательного процесса, включая педагога. Выбор творческого задания сам по себе является творческим заданием для педагога, поскольку требуется найти такое задание, которое отвечало бы следующим критериям. Не имеет однозначного, односложного ответа или решения, является практическим и полезным для учащихся, связанным с жизнью учащихся, вызывает интересы учащихся и максимально слушать целям обучения. Если учащиеся не привыкли работать творчески, то следует постепенно вводить сначала простые упражнения, а затем все более сложные. Работа в малых группах это одна из самых популярных стратегий, так как дает всем учащимся возможность протерковать навыки сотрудничества, межличностного общения, в частности умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия. Все это часто бывает в большом коллективе. Работа в малой группе неотъемлемая часть многих интерактивных методов, таких как мозаика, дебаты, общественное слушание, почти все виды имитации и другие. При организации групповой работы следует обращать внимание на следующие аспекты. Нужно убедиться, что учащийся обладает знаниями и умениями, необходимыми для выполнения группового задания. Нехватка знаний очень скоро даст о себе знать. Учащиеся не станут предлагать усилий для выполнения задания. Надо стараться делать свои инструкции максимально четкими и представить в группе достаточно времени на выполнение заданий. Что касается практического применения технологий, вовсе не обязательно использовать одну технологию. Лучше всего интегрировать несколько образовательных технологий, обеднив наилучшие стороны. Занимаясь интегрированием современных образовательных технологий в процессе обучения для формирования коммуникативной компетенции школьникам, на протяжении ряда лет, тщательно изучая, опробирая, адаптируя инновационные идеи современных казахстанских и зарубежных преподавателей, можно прийти к выводу, что именно данная педагогическая система способствует раскрытию субъективного опыта ученика, формированию личностно значимых для него способов учебной работы, воспитания нравственных идеалов, развитию критического мышления, адекватной оценки и самооценки, самосовершенствования каждого ученика и возможности реализовать себя как личность.